Большие гостиницы закрылись еще до 28 марта, а вот некоторые гостевые дома, несмотря на запрет, продолжили работу. Администрация города отслеживает возможную бронь номеров в интернете. Как сегодня, так и вчера проводим ежедневный мониторинг сайтов, где имеет место быть размещаться актуальная информация о доступных местах бронирования в гостевых домах, в местах временного размещения, квартирах. В профилактический рейд на проверку адресов отправляются сотрудники администрации, полиции и прокуратуры. Они предупреждают хозяев, чтобы сняли бронирование с сайтов. Проверяет комиссия обращения граждан, которые обеспокоены появлением новых неизвестных соседей. Может, вы приехали вчера? Где у вас регистрация, договоры найма? В каком санте здесь находите? Я в родственнике удастся. Я не вручаю. Подними родственнику вы укажите. Даже родственник не говорит, кто. Установлено о том, что проживает действительно в данном доме гражданин, который имеет регистрацию постоянно в городе Москва. Но, фактически, с его пояснений пока установлено только то, что он заехал буквально нежели как вчера. Соответственно, органы правоохранительные по поступившей информации сейчас проведут проверку. Мы со своей стороны организуем работу с собственником данного жилого дома для того, чтобы установить, пресечь в дальнейшем соответствующие нарушения. Нарушителям режима грозит административная ответственность. На проверку выехало пять бригад, которые проверили более ста адресов. За день было выявлено восемь случаев нарушения режима пребывания. Власти города призывают не гнаться за коротким заработком, а подумать о своем здоровье. Я обращаюсь к жителям города Суздаля воздержаться от соблазна заработать небольшие, но какие-то понятные деньги, связанные с коротким туристическим пребыванием на территории города Суздаля. Это сохранит не только здоровье для всех горожан города Суздаля и самих людей, которые сдают жилье, но и, самое главное, жизнь. Суздаль не похож сам на себя. На улицах почти не видно людей. Жители ответственно отнеслись к режиму самоизоляции. Людей на улицах практически нет. Ездят машины, которые объявляют, просят всех остаться дома. И, в принципе, практически никого нельзя встретить на улице, кроме как с мешками или, не знаю, из больницы, идущих из поликлиники. В городе, где на 10 тысяч жителей бывает до полутора миллионов туристов в год, это сразу бросается в глаза. Нет машин из других регионов, таких привычных для города карет, колясок и лошадей. Площадь перед торговыми рядами города Суздаля и улица Кремлевская. Обычно это два самых оживленных места в городе. Здесь гуляют туристы и идет бойкая торговля. Сейчас здесь не видно ни одного человека, а все рестораны и сувенирные магазины закрыты. Олег Афанасьев, Андрей Беляков, Губерния 33.